Ожидаем сейчас, несут тела, молодежь пройдет, займет места хора. Мы помолимся и будем начинать наше траурное богослужение. Конечно, для нас это одни вопросы. И мы вместе хотим посмотреть на Господа и для своей души найти некоторые ответы. Все мы, конечно, не поймем, но некоторые ответы, думаю, Господь даст нам уже через это служение. В ожидании сейчас будет музыка. Мы в своих размышлениях приводим, потом несут тела наших друзей и потом будем начинать. Меня зовут Тимофей, я буду проводить это траурное богослужение. У кого есть желание поучаствовать, пожалуйста, сообщите или подойдите, или скажите, или записку передайте. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Субтитры сделал Богу. Тяжело это принять. Тяжело это понять. Нас к этому никто и не призывает. Выражая соболезнования родным, папе, маме, сестрам, братьям, церкви города Куйбышева, нашей церкви, молодежи, кто с ним соприкасался, дорогие коллеги, да явит Господь милость и да утешит нас. Сейчас мы склоним голову и попросим об этом, начиная наше богослужение. Господь и Бог в этот печально торжественный вечер пред нами тело тех, кто у тебя уже в вечной радости. Благослови нам, Господи, посмотреть на это другими глазами, быть способными увидеть больше, чем мы видим сейчас, чтобы получить от тебя утешение и получить вот этот покой и эту надежду на будущую встречу со всеми святыми, которых ты уже забрал и которые когда-то были впереди нас. Благослови, Господи, весь ход этого богослужения. Во славы имени Твоего просим. Ты прославлялся в их жизни, Господи. Прославься и в их смерти. Просим Тебя. Аминь. Мы стоя продолжим пение этого гимна и потом присядем. ПЕСНЯ 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 В первый день 2024 года в 22.30 в результате ДТП оборвалась жизнь двух родных братьев Тимофея и Симеона Приходько. Братья на молитвенной неделе планировали посетить несколько церквей в Кемеровской области и Красноярском крае. Туда они и направлялись. Но этим планам не суждено было осуществиться. Бог распорядился иначе. Тимофей родился 10 апреля 1999 года в городе Куйбышеве Новосибирской области четвертым ребенком в семье Андрея Геннадьевича и Ольги Викторовны Приходько. С первых дней жизни рос очень активным и энергичным. Однако, когда ему исполнилось два года, произошла беда. Он заболел остеомелитом. Это воспаление костного мозга. Состояние было крайне тяжелым. Ребенку пришлось перенести много сложных операций. Врачи не давали никаких гарантий. Но по милости Божией, по молитвам народа Божьего и благодаря помощи братьев и сестер Новосибирской церкви, которые сдавали кровь, посещали и даже лежали с ним в больнице, Тимофей смог преодолеть болезнь. Бог исцелил его. И спустя несколько лет врачи сняли диагноз. В 2006 году Тимофей пошел в первый класс общеобразовательной школы. Окончил 9 классов. В школе Тимофей также проявил себя активным и сообразительным учеником. Параллельно получил музыкальное образование по классу баяна. Принимал участие в церковном оркестре русских народных инструментов. Ездил на курсы гитаристов, чтобы научиться играть и на гитаре. Отличительной чертой Тимофея было то, что он никогда не боялся разговаривать с незнакомыми людьми. Когда нужно было с кем-то договориться или что-то узнать, он без стеснения всегда находил подход к человеку, подбирал нужные слова. Окружающие думали, что с его талантами он обязательно станет благовестником или служителем. Он и сам в детстве говорил, что вместе с другом поедет миссионером на север. В 2015 году Тимофей после окончания школы поступил в политехнический техникум на электрика. Помогал на работе отцу и проводил с ним много времени в мастерской. Но студенческая жизнь скоро отдалила его от церкви. Появились мирские друзья, мирские увлечения. Этот период был очень тяжелым для семьи. Церковь много молилась о юноше. После окончания техникума летом 2019 года Тимофей сразу же устроился на работу и уехал в Амурскую область в город Свободный. Три года работал там. Много помогал материальной семье и родителям. Там, вдали от родных, от церкви, среди совершенно разных людей, сталкиваясь с трудностями, он прошел определенную школу жизни. Сын мало рассказывал родителям о себе в то время, но всегда просил маму молиться за него. Зимой 2022 года Тимофей принял решение уволиться с вахты и вернуться домой. Он поселился в Новосибирске. Стал посещать богослужения, ходить на молодежные собрания. На одном из молодежных общений он покаялся. Бог подарил ему возрождение и большое желание трудиться для него. С этого времени началась его новая жизнь. Летом 2023 года к большой радости для семьи и для церкви Тимофей заключил завет с Господом. Принял крещение. Будучи членом Новосибирской церкви, он с большой охотой благовествовал. Стал желанным гостем в детских домах. Любил посещать старец. Участвовал в служении группы приветствий при входе в молитвенный дом. Начал заниматься с подростковой группой. 29 декабря Тимофей приехал к родителям домой, чтобы побыть в новогодние праздники с родными. За это время он посетил также практически каждую семью небольшой Куйбышевской церкви. Участвовал в собраниях. 1 января после праздничного богослужения он с родным братом Симеоном уехал сначала в Новосибирск, а потом отправился дальше для труда. Симеон родился 31 августа 2005 года. Восьмым ребенком в семье. Он отличался добрым характером, был неконфликтным, очень ласковым и любящим сыном. В 6 лет, в 2011 году, Сема еще с одним родным братом и сестрой пошел в первый класс. Параллельно окончил музыкальную школу по классу трубы. Он любил играть на инструменте, любил петь. Дома каждый день просил сестру Марию аккомпанировать на фортепиано, а сам брал инструмент и тоже играл или пел. Каждое воскресенье участвовал в прославлении на богослужебных собраниях. Не так давно он освоил баян, и этим тоже много служил ему в поездках по периферии. В 2021 году, окончив 11 классов школы, Семен поступил в медицинский техникум. У Семена было много друзей, потому что он никогда не отказывал в помощи. Отзывчивость и доброта притягивала к нему людей. Его любила не только семья и молодежь, но и поместная церковь, а также братья и сестры на периферии. Весной 2023 года в молодежном лагере Семен покаялся. В августе принял крещение и продолжил служить Господу, не отказываясь ни от какого труда. Последний год Семен часто ездил к Тимофею в Новосибирск. Тот охотно брал его с собой на посещение и на разный труд в церкви. Их молодежная жизнь была полна благословений и добрых дел. Незадолго до случившегося он с родными пел на собрании песню. «Я однажды на небо приду и замру от большого восторга». Но никто не думал, что это будет так скоро. Я с Тимофеем познакомился в молодежном лагере. Подходит один юноша и говорит, что мне надо с вами поговорить. А у нас такой молодежь приезжает, и там некоторых надо найти, чтобы общаться. Но такие правила, что должен встретиться с кем-то старшим из наставников, поговорить, рассказать, о чем помочь. И чтобы вместе посмотреть на Бога. И когда мы с вами разговаривали, он начал рассказывать свою жизнь. И когда он рассказывал свою жизнь, я удивлялся. Я говорю, слушай, так ты же просто, ну, вот тебе Бог сразу же. Он, когда рассказывал такие случаи, один, случай другой. Где Бог его защищал, где Бог его ограждал, где Бог его просто спасал. Я говорю, слушай, так тебе Бог сразу же готовит тому, чтобы ты служил ему. Я просто радовался и удивлялся, как Бог это дальше работает. А потом мы в этом году ездили с ними в поездку в Херсон и Запорожье. И там, когда общались с людьми, мы общались, знаете, в основном с молодежью и пожилыми. И те молодежь, которых война не захватила. И там были ребята, девчата, которые еще не решили в своей жизни куда поступать. И он много приводил примеров, где Бог являл ему особую милость для того, чтобы служить. И он служил. Действительно, я такое яркое, доброе свидетельство о жизни Тимофея. И рядом с ним шел Семен. Сейчас у нас будет стих, Оксана расскажет. О том служении, с которым соприкоснулся каждый человек, который входил в наш дом молитвы. И потом будет пение братьев. Не всегда нам в жизни все понятно. Ты не откроешь больше двери. Не пожелаешь доброго утра. Собою забрали вас метели. Нас встретила сегодня тишина. Братишка твой не улыбнется ярко. Братишка в наш лагерь больше не приедет. Не подарит детям он подарков. Вас солнце больше не осветит. Сияйте вечности, родные. Мы будем ваше дело продолжать. Сердца вашей семьи больны. Мы будем их молитвами латать. Какое счастье, что небеса открыты. И ваши души воспарили вмиг к Отцу. Его заботой вы теперь вполне покрыты. И нам отрет он горькую слезу обидит. Сияйте. 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 У Бога долгие планы И мысли не те, что наши Он видит, как здесь мы плачем А там слава Богу скажем Желает Господь удержать святых На чрезмерной скорой Словами живой надежды Что в небе мы будем скоро Словами живой надежды Что в небе мы будем скоро Нам приятно иметь дело с людьми посвященными Ты встречаешь, ну это точно зоолог А этот вот он, фотоаппарат всегда с ним А что было с ними? Можно сказать, кто был с ними? Вот через эту жизнь, через общение думаешь Почему он такой? Потому что он знает того Которому он посвятил свою жизнь Они знали Бога И это отличало их Это удивляло нас И этим мы не удивляемся Потому что они знали Бога Знали того, кому себя посвятили Мы сейчас вместе споем гимн номер 312 Жизнь посвящаю тебе И доверяюсь вполне Ты управляй ею сам И направляй к небесам За этими словами Каждый из нас допроверит свою жизнь Вот можно просто называться верующим Можно просто ходить в церковь Можно просто носить крестик Ну, а посвятил ли ты жизнь Богу? Захотел ли ты, чтобы Он Управлял твою жизнью сам И направлял твою жизнь к небесам? Пока ты этого не захочешь Ты не можешь назвать себя поясним Человеком Божьим Но о них такое можем сказать Они действительно доверили свою жизнь И Бог эту жизнь направил к небесам Хотя и как нам кажется так скоро Жизнь посвящаю тебе Если ты еще не посвятил Посвяти свою жизнь Богу Это единственная достойная цель для жизни Если твоя жизнь проходит просто так Или ты думаешь, что этой цели нету Есть цель Потому что есть ее создатель Тот, кто все создал, это Бог И Он свою жизнь отдал для человека Чтобы человек свою жизнь отдал Ему И жизнь, прожитая для Бога Это славная жизнь И конец, и переход тоже будет славный Потому что есть Бог Будем петь Ветерская блага Человек々ential Что ты из моих Продолжение следует... 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 Простите меня, я еще хотел одним стихотворением поделиться буквально на пару минут. Земля сиротеет, уходят святые, уходят в обители вечной любви, Прожившие жизнь и совсем молодые, омытые в божьего сына крови. Душой освященные возносятся в небо и с радостью входят в отеческий дом. Они были вскормлены истинным хлебом и жизнь проводили земную с Христом. Теперь они с ним его видят и славят в реально духовном прекрасном раю. Достигнув в Иисусе блаженное право отца ли созреть в лучезарном краю, Уходят святые, земля сиротеет, от зла забирает спасенных Господь. Сегодня еще мы находимся с теми, кто, может быть, завтра Иисус заберет. Но мы расстаемся с родными на время. Нет мертвых у вечно живого Творца. Взошло плодоносным библейское семя, осыпались зерна под ноги отца. Верховная мудрость ошибок не знает, и места сомнению быть не должно. Господь своей жизнью сам забирает здоровое к Божьей славе зерно. Конечно, скорбим мы по нашим любимым, конечно, нам будет их так не хватать. Но признанным в Божьей славе имя восполнит печали, любви и благодать. Надежды навстречу никак не обманет. К заоблачной встрече стремитесь, друзья. Сердца отучняйте небесной манной. Соблазном святых не удержит земля. Да будем вмещать мы с любовью друг друга, взирая на все совершенства Христа. Как братья нежны и смиренны, как слуги. Да будем всей образ святой возрастать. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас был похож на вот этого Тимофея. Чтобы каждый из нас также имел такую же ревность и такое желание служить для ближних. Я хочу видеть город в щене, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что больше никогда тебя не увижу И никогда тебя не встречу Потому что они умирают без надежды Люди, не знающие Господа Прочитаю из последней книги Библии Откровение 14 глава Я прочитаю 13 текст «И услышал я голос с неба, Говорящий мне, Напиши отныне Блаженны мертвые, Умирающие в Господе, Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела идут вслед за ними. Иоанн, он был и апостолом, и, можно сказать, пророком, он слышал этот голос с неба, который сказал ему, напиши, и он написал то, что я сейчас прочитал. Я прочитал только один текст, одно выражение. Все, отныне, блаженны, мертвы, умирающие в Господе, дорогие братья и сестры, друзья, все, кто сегодня здесь с нами, все когда-то умрем, все. Кто раньше, кто позже. Мы эту мысль гоняем, мы с ней не соглашаемся. Почему? Потому что смерть – это враг наш. Это враг наш. И в этой книге Откровения написано, что он будет побежден. То есть, Христос уже, когда умер на Голгофском кресте, он победил смерть, он победил ад. И в этом тексте здесь сказано, что блаженны счастливые те, которые будут умирать в Господе. И наоборот, несчастливые, несчастные, крайние. Просто трудно передать, что ожидают тех, которые умирают без Бога. Есть в народе такая поговорка – жить кое-как без Бога можно. Умирать нельзя. Умирать нельзя. Но дело в том, что мы не знаем, когда у кого будет последний час. Это сокрыто. Это от нас сокрыто. И, следовательно, отношение с Богом нужно решать тогда, когда мы в здравом уме. Когда мы слышим или посещает Господь, может, через какую-то передачу, через какие-то слова, может быть, слышали в церкви слова, слова спасения. Мы здесь в большинстве случаев, в большинстве носим спасительные слова. Мы их имеем, эти спасительные слова. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий. Здесь не делятся люди, нации, образования, не делится никто. Всякий, кто призовет имя Господне, призовет его, покаяться перед ним, спасется. Тот, кто уверует в Иисуса Христа и отдаст жизнь свою ему, тот спасется. Верующий имеет жизнь вечную. Наши братья молодые. Конечно, для нас они ушли. Для нас это фактор неожиданности. Никто не ожидал. Они ехали на служение. Никто не думал. И мгновенно обралась их жизнь. Мгновенно. Но мы разговаривали с отцом Андреем. И просто я хочу проследить, что Бог уже готовил. Уже готовил их. Обычно, если Бог кого-то хочет забрать, Он обязательно даст знать. Косвенно ли Он даст знать. И когда мы оглядываемся назад, да, действительно, Господь готовил. Ну, еще раз обращаясь к тексту. Блаженно мертвые. Какой смертью? Как они умерли? Лежа в больнице или вот так вот в аварии, или какой-то другой был момент, где прервалась жизнь. Это не играет роли. Играет роль блаженной, мертвой, умирающей в Господе. Те, которые в Господе, они блаженны. Те, которые не в Господе, они несчастны. Они обречены на вечные муки. Поэтому пусть вот этот вечер, это служение послужит, каждый задал себе вопрос, с Господом я или нет. Если нет, ты в опасности, потому что ты знаешь, когда прервется жизнь. Просто не знаешь, когда прервется жизнь. Поэтому вопрос взаимоотношения с Господом нужно быстрее решать, когда мы способны еще решить. Когда наступила смерть, все поздно, поздно. Любые отпевания, прочее, поздно. Вот здесь смотрите, и дела идут вслед за ними. Блаженны мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих. И дела идут вслед за ними. Мы слышали о делах этих братьев. Мы слышали. Они идут вслед за ними. Поэтому еще раз, дорогие родные, вам близкие, дорогие были. Я понимаю боль, страдания, переживания ваши. Но они у Господа. О них не надо плакать. А тех, кто остался, они у Господа. В этом нет сомнения. Не полюбили его. И на основании этого текста они умерли в Господом. Следовательно, они с ним. Они с ним. В блаженстве. Благослови Господь всех нас, чтобы мы могли проверить себя и определить, с Господом я или нет. Аминь. У каждого есть своя мотивация для жизни. Вот человек просыпается и думает, ну что, ну вроде бы обещал сегодня встречу. Пойду, схожу на работу. Но сегодня, ну надо детей растить, там внуки, еще что-то. Хоть какой-то человек ищет себе зацепку, чтобы встать и дальше жить. Но когда человек знакомится с Богом, он вдруг понимает, что ему зацепка не нужна. Он нашел эту жизнь. И он нашел жизнь не только здесь, он нашел жизнь и в вечности. Потому что тело остается здесь, а душа, вечная душа, которую получает человек при рождении, она дается Богом навсегда. И тело, проживя из пункта А в пункт Б, перемещаясь от рождения до смерти, прошел человек, нашел, встретился с Богом, подружился с Ним, доверил им свою жизнь. И тело остается здесь, а душа уходит к Богу. И вот когда наши братья последний раз замкнули свои глаза здесь, они их открыли у Бога. И Господь открыл эти глаза. Мы будем петь номер 598. 598. «И с долином сияет страна». Что это за страна? Это вечность, это небо, где Царь, Господь, Бог. Там нету болезней, скорби, переживаний, горечи. Там нету того греха, и вот этих напряжений, за чего так тяжела и страшна жизнь здесь на земле. Там ничего нет, потому что там только Господь. А здесь на земле это время испытания и время выбора. С кем я пойду дальше? И куда я хочу пойти в вечности? Они выбрали Господа, с Ним пошли, Ему доверили свою жизнь. И поэтому этот отблеск страны вечности сопровождал их всю жизнь. Поэтому была мотивация жить. Поэтому было вдохновение. Поэтому этим вдохновением своим они радовали. И Бог через них нам являл себя. Слава Ему за это. После приготовится свидетельство Тимофей Пименев и Анна Стрибуль. 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 И тут край наш оттуда. Пожалуйста, Тимофей Пивнев и Анна, поучаствуйте. Никита никогда не говорила о свидетельствах, никогда не была на похоронах. Очень сложно говорить, но мне бы хотелось рассказать одну историю. Я познакомилась с Тимофеем, когда мы были вместе в поездке. Это была поездка по благовестию, мы ездили по деревням. Ну и так получалось, что почти всегда мы были в одной группе. И так как благовестовала Тимофея, я никогда не слышала ни до, ни после. И никогда не видела, чтобы люди были готовы так слушать. Мы иногда приходили, нас вообще не хотели слушать, но Тимофей как-то добивался их расположения, чтобы они его обнимали. Говорю, хорошо, что ты все-таки смог нам рассказать. Ну, конечно, тому помогали, но то, что говорил Тимофей, и как он мог стучаться до сердец других людей, это было очень, очень ново для меня и очень трогательно. Вчера, когда написали это известие, я вспомнила, что в конце ноября Тимофей просил придумать, у него была какая-то идея придумать новый метод благовестия, чтобы людям рассказывать о Боге. Нужны были какие-то карточки с текстами о Боге, может быть, какие-то просто добрые пожелания. Он говорит, нужно думать, нужно рассказывать о Боге. Какие есть идеи? Ну, я ему ответила и вспомнила только вчера, что я так ничего не сделала. Про Симеона мне кажется, что я его первый раз вижу сейчас. Я всегда знала, что он есть. У нас есть группа, где мы ездим в детские дома, и он всегда там был. Сейчас будет участие из той группы, она называется «Евангелисты». Знаете, пожалуйста, проходите. Вот самое большое, знаете, это вот когда идешь ты, и вдруг ты где-то гуляешь на реке, и ты увидишь какую-то опасность. Вот в отпуске увидишь акулу. Ну, конечно, ты будешь кричать «акула», ты будешь спасать, вытаскивать других людей. И вот то же самое испытывает человек, когда он рассказывает о Боге. Когда он рассказывает о Боге, о спасении, у тебя внутри само что-то переваривается. Ты понимаешь, ты говоришь о том, чтобы спасти человека, чтобы грех не задушил этого человека, чтобы человек имел избавление и радость в Боге. Это ребята, с которыми они вместе ходили и думали, как служить, служили. Сейчас от них будет участие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы выбрали опять именно эту песню, потому что она была одна из любимых песен Тимофея. Он постоянно ее предлагал нам везде на посещении, когда мы ездили поздравлять с днем рождения. И даже один раз в Крыму он ее пел в соло. Сейчас включат видео и покажут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас будет еще второе видео. Это видео сообщение от тоже руководителя нашей группы. Он сейчас уехал. Дорогие друзья, братья и сестры, все собравшиеся, кто пришел сегодня в дом молитвы, для того, чтобы вспомнить наших дорогих друзей, наших братьев, наших тружеников, Семена и Тимофея. К сожалению, я не могу находиться вместе с вами, так как нахожусь по служению на Сахалине. Но хочу оставить небольшое свидетельство о Тимофее и о Симеоне, как они лично на меня подействовали своим служением и своей жизнью. Сейчас вы видите группу, которая называется «Молодые индивидуристы». Это группа нашим молодежи. Меня называют руководителем этой группы, но мало кто знает, что настоящим руководителем этой группы был Тимофей. Мы вместе с ним прорабатывали программу для того, чтобы изучать тему благовестия. Я много с ним советовался, он много давал мне идей, и направлял меня. Мы с ним встречались, общались по теме благовестия. Служение, которое сейчас совершается нашей молодежи, это его заслуга. Проекты, детские дома, это все его заслуга. Это он, причастник этого служения, дорогие братья и сестры. И служение, которое дальше будет совершаться, за это Тимофей. Этот Тимофей своим примером зажег меня, зажег других братьев, потому что он действительно трудился для Христа и любил Христа. Тимофей не просто мой друг, Тимофей мой духовный наставник. Хоть я его никогда так не называл, но это действительно так. Я потерял не просто друга, я потерял духовную поддержку. Я потерял наставника. Симеон, живя в Кубишеве, также совершал служение и в нашей молодежи. Чтобы поучаствовать в служении для детей в детских домах, он тратил очень много времени на дорогу. Он приезжал и помогал. Он мог найти общий язык с ребенком его возраста. Его дети любили. Дорогие друзья, Симеон жертвовал своим временем собой ради детей, у которых нет родителей. Ради благовестия эти два молодых парня готовы были жертвовать своим свободным временем и собой, чтобы много людей узнали об Иисусе Христе. Я знаю, что сейчас много в зале тех, кто не ходит на наше собрание. Он знает, Тимофея на работе, может, одноклассники. Я уверен, что в вашей жизни он тоже оставил большой след. Он вас тоже сильно любил. Мы с Ним и об этом общались. Он любил каждого из вас. И о каждом из вас он переживал. Недавно он мне сказал, к сожалению, я потерял связь со многими своими друзьями, потому что пошел в церковь и как-то меньше стал с ними общаться. Но знаете, дорогие друзья, он о вас молился, он о вас переживал и он вас никогда не забывал. Хоть даже, может быть, в последнее время мы с Ним общались намного меньше, чем раньше. Бог погасил два ярких пламени. Наша молодежь, наша церковь и наше братство потерпел большой урон. Но я верю, что эти два ярких пламени погасли не просто так. Они погасли для того, чтобы зажечь тысячи, тысячи ярких огней дружинников Иисуса Христа. Пусть Бог благословит каждого и пусть пример наших дорогих братьев, которые ушли красиво. Ушли во время служения, служения Богу. Пусть этот пример всегда живет в наших сердцах и пусть мы всегда помним, что нужно искать небесное, а не земное. До Бога стоит вас Бог. Дорогие коллеги, теперь ваше время вы можете поучаствовать свидетельствами, немножко рассказать, кто из вас. Пожалуйста, можно пройти к микрофону и сказать несколько слов. Спасибо. 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 Дорогие друзья, я долго говорить не буду, очень тяжело. Я являюсь коллегой Тимофеем с последнего места работы. К сожалению, Симеона я не знаю, знаю только Тимофея и Марка. Очень жаль, что так произошло. Выражаю соболезнования всем родным и близким. Для нас он запомнился по-настоящему очень добрым, светлым человеком, очень отзывчивым. Мы знали, что он занимается благотворительностью, но он никогда особо этим не хвастался и не кичился. Очень жаль, что так произошло. По результатам 23-го года на новогоднем корпоративе он был награжден грамотным почетным призом как лучший сотрудник года. Хочу, чтобы он для вас остался таким же, каким вы его знали. Может, кто-то еще, пожалуйста. потом у нас будет пение хора, и Андрей Иванович Гинтер поучаствует в слове. Я скажу от всех наших старец, которых посещал Тимофей со своей группой. Это тоже его работа такая. И, наверное, мы все очень благодарны, что он начал эту работу. Он не просто ее раз посетил на день рождения и говорил, пели там. Но он не оставлял потом никого. И звонил, и посещал. Я хочу сказать и о моем муже. Он на работу к нему ходил. Мы, кстати, живем недалеко от его работы, и он на обед в пятницу где-то на 15 минут там, но он забегал все время в пятницу молился. Он где-то с весны он ходил вот к нам. И важно то, что он тогда еще и не принял крещение. Но я уверена была, что он уже, ну, он христианин, он командовал там и молитвой и всем. И когда я узнала, что он только вот в августе принял крещение, я даже удивилась. Он давно был возрожденным. И у нас осталось такое о нем впечатление, что я не знаю, ну, внуком он нам просто стал. Вот муж зря не стал говорить, но он тоже восхищен просто. Ему уже 90 лет, и казалось бы, ну, зачем ему вот такой? Нет. Он его постоянно не оставлял, и звонил, и девочек вот с мальчиком, вот эту группу, они посещали все время. и, ну, не только вот и уже вот после смерти его они пришли там, еще нашли одного тоже благовествует, и дал бы Бог, чтобы его группы, и вся наша молодежь, они, ну, приняли вот этот пример, который дал наш дорогой Тимофей. Симеона, конечно, я больше знала Марка, он так о нем молился, вот в своей молитве он всегда, первое, что он за родителей молился, за сестер, за братьев своих, за Марка, чтоб не ленился, чтоб учился, и вот уже в пятницу вот это последнее он говорил, вот мне в апреле уже будет 25, где уже говорят, что, наверное, надо искать невесту, давайте будем молиться, чтобы Бог мне дал именно ту, которую он хочет, не я, чтоб выбрал, а он, и мы молились, вот уже все, то есть у него планов было громадье, и вот, ну, это просто вот наш чудесный христианин с большой буквы. Спасибо. христианин 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 Я знаю, в небе мой чертой, Душою сесть стремлюсь туда, И там, спаситель мой Бог, И там, блаженство, благота, Я знаю, в небе мой чертой, В небе мой чертой, И там, благота, чуя в небо домой, Тобой, где будет верным обитель дана. Прекрасен в небе вечный дом И с драгоценным он ко мне, Но встреча с Господом Христом Всего дороже и целей, Я знаю, в небе мой чертой, И там, благота, чуя в небо домой, Тобой, где будет верным обитель дана. Оставил небо мой Христос, И там, благота, чуя в небе мой чертой, И там, благота, чуя в небе мой чертой, И там, благота, чуя в небо домой, Тобой, где будет верным обитель дана. Дорогой Андрей, дорогие родные, Во-первых, искреннее соболезнование. Я не буду говорить проповедь. Когда я услышал об этом таком событии, очень неожиданно, я вспомнил одно выражение Иисуса Христа. И вот это выражение я хочу прочитать. Я даже не буду рассматривать его в контексте, в котором это было сказано. Он думал, что это выражение, оно подходит к многим ситуациям и к сегодняшней в том числе. Ивангелия Теана, 13 глава. Я читаю стих 1, это 7. Иисус сказал ему, ему, то есть Петру, своему ученику, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. В этом случае взгляды Петра и взгляды Христа, они были разные. Оценки происходящего тоже были разные. Друзья, все то, что происходит, можно рассматривать с двух позиций. Можно все то, что происходит на земле, рассматривать с позиции временной жизни. И все можно рассматривать с позиции вечности. И я думаю, здесь очень большой контраст и очень большая разница. И совсем разная оценка дается всему происходящему. Если говорить сегодня о произошедшем с позиции временной нашей жизни, это для нас естественно, это для нас более привычно, тогда мы сегодня молчим и сказать нечего. Действительно невосполнимая утрата. Родить детей, вырастить, воспитать, направить – это огромный труд. И вдруг в какой-то момент как будто все это рухнуло. С позиции временной. Вот так оно и выглядит. Выросли. И я слышал уже немало добрых свидетельств, что в последний год жизни они определились в вопросах духовных и встали твердо, и встали хорошо, и пошли, и кажется, наблюдать, смотреть и радоваться всему происходящему. Это с позиции временной нашей жизни. Братья и сестры, мы называемся верующими. Верующие, когда мы рассматриваем все происходящее немножко с другой высоты, с другого уровня, с позиции вечности, и тогда многие вопросы начинают совсем-совсем по-другому вырисовываться перед нашими глазами. Конечно, с позиции вечности нам точные оценки давать трудно, потому что мы привыкли рассуждать в рамках временной жизни. И все-таки, друзья, некоторые выводы, они так просто напрашиваются. Это будет далеко-далеко не все, что можно было бы сказать, и что мы увидим, когда откроется перед нами дверь вечности. Но это большое утешение и для родных, и для близких, для молодежи, для церкви, которые понесли действительно большую утрату. С позиции вечности, друзья, они уцели. Нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Мы знаем такой текст из Священного Писания. Они уцели. Да, кажется, рано. Кажется, еще жить и жить, еще трудиться. Еще можно много сделать. Но, друзья, они уцели. И в последнее время, мы, наверное, вспоминаем теперь события, кто-то упоминал уже здесь о том, что в последнее время к нам доходила такая информация. То там какой-то несчастный случай, то там какой-то несчастный случай. Там шесть братьев молодых. Слушаем эти свидетельства и думаем, как? Как-то не все понятно. Друзья, и как будто бы такое впечатление складывается, что Господь забирает лучших. Кажется, иногда столько тех, которые где-то создают трудности, проблемы и где-то непокорность в адрес Господа. Кажется, может быть, там надо Господу какие-то меры принимать. Нет, друзья. Я думаю, это тоже не случайно. Бог забирает к себе готовых, чтобы приготовить тех, кто еще не готов. И сегодня, друзья, это вторая моя мысль с позиции вечности. Самую большую проповедь говорят не с этого места. Самая сильная, самая проповедь громкая, это сегодня говорит Господь через то, что мы видим. Через случай этот, который Господь допустил в жизни наших молодых друзей, наших молодых братьев. Это самая большая проповедь. Еще, друзья, с позиции вечности. Самая ценная, все-таки, она не в устройстве нашей временной жизни, не в этом. Самое ценное в нашей жизни – это то, что мы сделали для Бога. И в какой-то момент, когда наступает переоценка, многое-многое в нашей жизни просто блекнет. Она теряет свою значимость, она теряет все. А то, что сделано для Бога и то, что сделано во славу Господа, это остается, это радует, это запоминается, это ценно. Так мы смотрим с позиции вечности, оцениваем происходящее. И еще, друзья, дорогие родные, мне кажется, после произошедшего небо станет вам ближе. Потому что кто-то из ваших уже переступил этот порог вечности. Кто-то уже у цели. И как хорошо, братья и сестры, христиане, и как мы счастливы в том, что в христианстве живом даже в такие события, как похороны, и там нет отчаяния, как будто бы и здесь все дышит надеждой, все дышит упованием. Это тоже, когда мы смотрим на все произошедшее глазами вечности. Конечно, далеко-далеко не все нам здесь понятно. Далеко не все. Но мы можем этим утешаться. И да благосовит Господь всех присутствующих, благосовит, во-первых, родных и близких. То, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Пройдет какое-то время, что-то мы при жизни увидим, почему Господь это допустил. А, наверное, что-то мы только оценим в вечности, когда мы посмотрим на все это уже как на случившееся, как взгляд в прошлое. И можем еще много увидеть, что у Бога, оказывается, ошибок никаких и бывает. Хотя некоторые моменты для нас здесь, на земле, очень трудно переживаются, потому что все-таки рвутся где-то какие-то нити любви. Поэтому да благосовит Господь вас, родных, утешит вас. Для молодежи это сегодня громкая проповедь. Я понял, что они в молодежи вели активный образ жизни. Добрый пример. Это место нужно сейчас кому-то занять. Да благосовит вас Господь. Я иногда замечаю, когда молодые люди в определенный момент в своей жизни твердо становятся на христианский путь и смотришь, как будто их жизнь преображается. И как будто бы они сами радуются. И смотришь, вокруг них какое-то доброе такое влияние или движение происходит. Это тогда, когда Господь входит в нашу жизнь и преображает ее. И преображает ее для временной жизни, чем более для вечности. Да благосовит Господь и скажет намного больше нашим сердцам, Духом Святым. Аминь. Мы вместе исполним три куплета гимна номер 498. Там такие слова. Все Иисусу отдаю я. Весь Ему принадлежу. В уповании и смирении пред лицом Его хожу. Я думаю, что вот все, что было у них в жизни, отданное для Бога, это славный конец. Но начиналось, с чем мы приходим к Богу? Мы начинаем. Мы можем прийти к Нему только с нашими немощами, с нашими грехами, с нашими неудачами, с нашим каким-то позором, с нашим каким-то неудачным прошлым. Это все нас гнетет. Это греховность, эти неудачи, какие-то что-то в нашей жизни, эти неустройства. И мы с этим неустройством единственное, как мы можем прийти. Прийти к Господу Иисусу Христу. И в их жизни это произошло. Они пришли, вот уставшие от этой жизни и без Бога, они пришли к Нему. Господи, забери нашу жизнь. И Бог взял их жизнь. Взял их жизнь для славы своей здесь, на земле. И теперь они славят Его в вечности. Да поможет нам Господь, исполняя слова этого гимна, проверяй. А я все отдал. А может быть, что такое, что уголок моей жизни? Думаю, ну тут я и без Бога. Тут у меня свои интересы. Тут у меня там свое любимое хобби или еще какие-то свои любимые. А про это что? И что тебе это дает по отношению к вечности? Все Иисусу можно отдать и все с Иисусом приобрести. Как это было в их жизни и чему мы все свидетели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая церковь, братья и сестры. Мне пришлось так или иначе немного общаться с этими двумя братьями. Я помню одно время, когда к нам приехали молодые братья. Они троем ходили, когда двоем. Это был Тимофей, Марк был, иногда Симеон появлялся. И они были такие ребята, ну, как говорят, приехали. У них машина была такая современная, была затонирована. Вокруг них сразу организовался круг ребят по их же интересам. И были такие служения, когда приезжал их папа Андрей. Он сидел вон там. И когда собрание заканчивалось, он всегда говорил, братья и сестры, помолитесь за моих сыновей. А потом пришло время такое, как будто бы что-то резко поменялось. Однажды мы едем в сторону молитвенного дома. И пробка на Волочаевской. Там стоит знак грузовым запрещено. Обычно грузовики лезут туда наверх. Они застревают, они вечно там стоят, собирают километровые пробки. И мы подбираемся, подбираемся, подбираемся. Смотрим, стоит эта лада ихняя. Стоит, заглохла под капотом, ковыряется Тимофей, что-то пытается сделать. Я говорю, давай я тебя оттащу. Ты собрал большую пробку. Он говорит, не надо, сейчас две минуты, мы заведемся. Я потом ему сказал, слушай, на этой машине вообще в принципе ездить уже нельзя. Ну, я-то верующий человек, я все прекрасно понимаю, что Господь забрал его. Была бы другая машина или какая-то еще современная. Ну, есть, что есть. Знаете, в этом году я столкнулся с ними в такой ситуации. Мы дом строим себе. И нам надо было залить межэтажное перекрытие. Кто понимает, что такое монолит, но это работа тяжелая. Когда берешь опалубку в аренду, ее надо быстренько сделать, быстренько поставить и быстро залить. Вот эти вот ребята приезжали обычно после работы. Вот приедут, и они, мы пошлите за стол. Нет, мы еще не заработали, чтобы кушать. Я же прекрасно понимаю, как живут студенты, как живут без родителей, да еще и парни. Ну, все мне это знакомо. И однажды так получилось, что с ними приехал Симеон. И я своей супруге говорю, слушай, накормишь? У меня, по-моему, тогда дома не было. Я говорю, накормишь его? А потом только пусть идут, работают. В общем, они отказались очередной раз кушать. И Симеон подъехал, чуть-чуть попозже подъехал, и Таня говорит, пошли я тебя накормлю. Он говорит, нет. Я думал, он помладше, наверное, среагирует, пойдет покушать, за старшими повторять-то не будет. А он говорит, нет, я кушать не буду, пока не заработаю. И знаете, у меня такой вопрос тогда возник к родителям, как нужно было воспитать таких сыновей. У меня растут сыновья, я задаю себе вопрос, как нужно было воспитать таких сыновей, которые всем помогали в церкви. Кого ни коснись, дети их знают, подростки знают, бабушки знают, дедушки знают, все их знают. Они всем чем-то помогли. Знаете, там состоялся один очень интересный разговор за столом. Мы вообще-то думали, что Тимофей и Марк, они близнецы. Ну, в крайний случай, Марк немножко младше Тимофея. Оказывалось, нет. Оказывается, Марк старше Тимофея. Тимофей в этом году принял крещение. Тогда мы задали Марку один вопрос. Марк, почему ты до сих пор не член церкви? И у меня до сих пор этот вопрос звучит. Марк, почему ты до сих пор не член церкви? Я не знаю, почему складывается так судьба. Ты тогда ответил так, что у тебя есть некоторые проблемы. И знаешь, я возьму, наверное, на себя обязательство, я буду за тебя молиться, чтобы ты, наверное, был следующим членом церкви, который заменит Тимофея. Возможно, это будет в Куйбышеве, возможно, это будет не в Новосибирске, но мы хотим, чтобы ты продолжал дело Тимофея, которое делал он не только словами, но и делами. Всех приветствую. С Тимофеем я познакомился после своего покаяния в Новосибирском зимнем лагере в том году, 12 марта. Я покаялся весной здесь. Здесь уже упоминалось, что он был наставником. У меня после покаяния наступило очень большое переживание, потому что я покаялся уже третий раз. Два раза до этого отступал, падал конкретно. И мы познакомились с Тимофеем, некоторые моменты жизни обсудили, и мы быстро нашли, что у нас очень много общего. Настолько, что мы как будто друг друга знали всю жизнь. И с Тимофеем у нас началось общение. И Тимофей, когда я покаялся, он мне как-то узнал, он мне написал один раз и спросил, как у меня духовное состояние. У меня в тот момент началась пустыня. Настоящая такая сорокодневная пустыня. После третьего покаяния начались сильные переживания. И Тимофей, он молился за меня, и он меня сильно-сильно поддерживал. Он мне просто после Бога, он был на втором месте, кто мне сильно помог, потому что по-человечески только Тимофей так мог помочь. Он меня полностью понимал, он многое обо мне знал. Благодаря ему я тоже в прошлом году, 27 августа, принял крещение. И мы с ним увиделись на конференции. Это было наше общение. Его друг близкий, там его маленько торопил. Им надо было ехать сюда, в Куйбышев, на крещение, к брату родному. А мы с Тимофеем увиделись, не могли расстаться. Мы разговаривали, разговаривали, разговаривали. У нас примерно за наше короткое знакомство было около пяти встреч. Эти встречи все были очень сильные, потому что мы быстро подружились. И Тимофей тогда мне рассказывал, как находить пробоведи через YouTube. Много мне подсказал, как где. Он меня зажигал все время. И потом он мне скидывает 15 сентября сообщение поступить в библейскую онлайн-школу Петербург, нашего братства. Я согласился, мы с ним вместе поступили, общались. Друг другу пересылали, какие задания выполняли, когда. И поддерживали друг друга. Хотел прочитать его ответ на одно задание. Там был вопрос такой в задании. А какие у вас есть духовные дары? И я не знал, как ответить. Я не знал на этот вопрос ответ. Я был буквально на тот момент где-то месяц только как в церкви крещеный. Вот полгода как покаяния, может чуть больше. И мне Тимофей ответил так. Для меня это большое свидетельство. Смотря на тексты, которые приведены в задании, я анализируя свою жизнь с надеждой и сердцем могу сказать, что есть стремление в начинание служения, дар пророчества. Как именно я понимаю данный дар, это не так, как раньше пророки говорили на площадях о будущем, о Израиле, о прочих моментах. В моем случае это в первую очередь говорить о Боге, о Его спасении людям, о Его любви к нам. Да, могу сказать человеку о том, что его жизнь в опасности и грехах. И если он не покается, то его ждет в будущем печальный удел, страшный удел, вечность, которая будет без Бога. В момент, когда я могу засвидетельствовать, в скобочках пророчествовать, человеку о его будущей жизни, если он без Бога. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Исайя, 62 глава, 6 стих, показывает, что мы должны говорить о Боге, пророчествовать будущность, обреченных насмерть. Да, возможно, меня так же, как и пророков в древности, не будут принимать, а может и хуже, но я должен возвещать, пророчествовать, благовествовать о Боге. Вообще с детства я знал семью Приходько, и так встречались там, в Куйбышево, потом подростковые лагеря, молодежные, потом, ну, конечно, больше я знал Симеона. Но потом, когда я тоже в свое время как-то начал отдаляться, ну, как было, от Бога, от церкви, и, ну, побыл время в мире в какое-то время. И когда я пришел к Богу, ну, в нашей церкви было какое-то молодежное общение, тогда я впервые увидел Тимофея после долгого времени, ну, после долгого времени, когда я его не видел. И, ну, я так вспомнил, начал вспомнить, и понял, что это, ну, Приходько Тимофей. Вот. И, а потом мне сразу он увидел, ну, показался таким стойким, каким-то, ну, так встал, сказал что-то, или потом молодежь в лагере тоже как-то встал. Ну, я так заинтересовался, я потом у одного брата спрашивал вообще за его свидетельство. Как бы мы с ним, ну, так здоровались, привет, а лично прям у нас не получилось познакомиться. Но я слышал его свидетельства от другого брата, как он пришел к Богу, и меня это очень удивило. И, ну, тоже как бы услышал что-то схожее с моим свидетельствами. Ну, примерно как я тоже к Богу пришел. И, ну, меня это заинтересовало. А потом я начал так, ну, все равно я встречался где-то с ним на каких-то общениях. И, ну, думал, каком служении он занимается. И как-то летом, где-то в конце лета, я тоже где-то находился на каком-то служении вроде Благовестия, и увидел у вашей молодежи в Севастопольской, ну, где-то в соцсетях, как тоже группа выезжала молодежная. И я увидел Тимофея, и я так удивился. А вот каким он служением занимается. И потом уже вот на протяжении вот с лета, наверное, и вот до сегодняшнего дня я уже тогда больше стал знакомиться с его служением. Я помню, что он занимается благовестием, он занимается детскими домами. Ну, и мне это как-то было близко. И, ну, я все хотел, после того, как я узнал, что он занимается благовестием, у меня, ну, желание образовалось как-нибудь с ним где-то послужить. Вот прям такое желание, именно с ним. Ну, так почему-то случилось, что этого не произошло. Ну, видать, так надо было. Слава Богу, что такие братья, да, которые ревностные, что мы не увидели где-то каких-то их неудач, каких-то загашений, их светильников, которые горят при первом покаянии, а мы увидели в том, что они отошли на служении к Богу. Действительно, для меня это стало ценным и таким примером, чтобы и мне дальше продолжать. Это послужило мне примером. Моя задача – это рассказать о Симеоне. Ну, расскажу про Тимофея, да, ну, я с ним не был лично так знаком, не обменивались, наверное, интересами, но, может, другом он другом не был, но стал мне братом, ну, послушая свидетельства, да, вот его ревности. И так сижу, думаю, да, с этим бы братом я послужил бы. Семен в лагере, он был в моей группе, ну, помогал мне так в группе, потому что помощь необходима была мне, ну, там, организационные моменты, там, собрать, может быть, ну, и общались. Общались, и на тот момент не был членом церкви, но до этого так видел, ну, такой парень половной, возможно, ну, и так посчитал, что, да, и, наверное, до сих пор такой же. Ну, и так разговаривал, общался, спрашивал интересы его дальнейшие на жизнь, на служение, да, ну, точнее, на приход к Богу. А он мне о служении говорил. Он мне говорил о том, что есть нужда служить Куйбышеве, есть нужда. Ну, видел эту нужду, он мне говорил. А теперь, ну, и время проходит, и сколько, пять месяцев, а я узнаю, да, что брат, на самом деле, он уже крещение принял, пробел с моей стороны, что не интересовался им. Ну, так приятно, что те слова, которые он мне тогда говорил, они осуществились, и он находился в этом служении, пребывал в нем. Конечно, хочу пожелать вам, брат Андрей, братьям, это нелегко пережить. Как-то сам пережил недавно такое. Ну, этот случай потяжелее будет. Ну, на данный момент нахожусь в великой радости, что там теперь, да, что там мы можем встретиться с ним. Как и я, когда моего, ну, малыша проводил. И так, ну, да, как вот брат сказал второе, да, что такая радость, да, что какая-то часть уже находится там на небе. Ну, как-то другое положение, думаю, да, 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 вообще радость, такая великая радость. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, у нас 29-го числа, декабря Было всеобщее молодежное, такое годовое И Тимофей написал мне, что у него не получится быть с нами И я очень сильно расстроился Думаю, жалко, что Тимофей не получается У меня с ним было не слишком тесное общение Но частенько мы пересекались и общались И знаете, в декабре мы в конце договорились, что мы встретимся вместе Он живет, он работает прямо напротив дома, где я живу И договорились, что в обед встретимся, пообщаемся Я удивился, он говорит, так давай, чтобы встреча наша хорошо прошла Я принесу шахматы, научу тебя, говорят, шахматы Ты еще чему-то меня своему научишь И я думаю, интересно, откуда у тебя столько жизни Как будто даже торопился жить Все хотел, все умел, все делал И знаете, он мне тогда сказал Вот мы в молодежи часто пишем нужды свои и молимся И он говорит, выразил свое переживание о том, что Молодежь на самом деле, когда заявляет за нужды Говорит, я спрашивал, ходил разных многих людей Говорит, мало кто действительно молится за нужды друг друга И это его было большое переживание Что люди пишут нужды, а мы не молимся Богу за эти нужды И он говорит, я за все нужды молюсь, за все стараюсь Он говорит, я молюсь по неделю Вот сходим к бабушке, мы договоримся, что неделю молимся за нужды этой бабушки Вы знаете, он был действительно молитвенником Когда он меня поздравлял с днем рождения, я сегодня пересматривал это видеосообщение И у него столько текстов писания исходит из него Не просто они вот так вот выдавливаются Они из него легко выходят И он по желаниям не говорит Один текст, второй, третий переключается И говорит, и говорит по желанию Я смотрю, и такое хорошее пожелание дал Знаете, Тимофей запомнился действительно горящим человеком Симеон не так часто был с нами Но он был действительно добрым Очень добрым, простым и отзывчивым человеком И слава Богу, что Бог дал такую возможность нашей молодежи быть С этими братьями, смотреть на них И хотим выразить соболезнования Андрея Геннадьевича Вам, Петру, Марку и вашей семье Это большая скорбь Знаете, наша молодежь почувствовала эту потерю Хоть у нас и много людей, больше ста человек Но все почувствовали и все понимают Мы много потеряли И это действительно большая скорбь И знаете, я верю так, что Господь вас утешит Вашу церковь, нашу церковь и нашу молодежь Он пошлет утешение Наша родная молодежь Очень много потеряла Про Тимофея можно много рассказывать Его короткая такая жизнь в церкви Она была очень яркая Как сказал один из братьев нашей церкви Как будто ангел пришел, послужил и ушел Я всегда, когда ему писал Или перед молодежным Спрашивал, придешь, не придешь Знаете, он если не мог прийти Он всегда говорил Я сегодня у меня вечер занят Я еду к той бабушке, я там помогаю И каждый день Я вот почему-то был уверен, что если Тимофея написать У него каждый день есть какой-то план Кому он помогает И он где-то даже нам подгонял нас Можно так сказать Вот тут труд есть, тут труд есть Надо трудиться больше и больше И он запомнится мне и нашей молодежи Навсегда тем, кто как будто бы Старался успеть послужить Как будто бы он знал, что будет не так много времени И он каждый все свое время Использовал для служения в церкви Для служения людям И он их не оставлял Он если съездит к бабушке Он потом смотришь, через неделю он опять там Он помогает Он звонит, пишет И пусть Бог нас всех благословит Брать пример с этого служения Чтобы и нашей молодежи Было много таких тружеников Чтобы мы могли дальше трудиться Это служение, которое Тимофей начал В нашей церкви, среди церкви И служение благовестия Чтобы оно развивалось, раздросталось И чтобы те, кто еще в молодежи Не с Господом Те, кто еще думают Чтобы они могли тоже определиться И также ярко служить Богу Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, я короткое слово прочитаю Из Библии, из книги пророка Даниила Из 2 главы, начало 28 стиха Но есть на небесах Бог открывающий тайны Я служитель церкви поместной И с Тимофеем познакомился Когда мы начали беседы Подготовки к крещению Когда он стал посещать эти общения Когда мы вместе вникали в слово Я вот размышлял вот эти дни Вчера, когда получили известие Это просто Мне кажется, мы все ошеломлены были Столько это было неожиданно Надо что-то решать Надо кому-то звонить Мы слов не можем найти Чтобы я представляю, каково это было Андрея Иванова Услышать это известие Поэтому мы и молились, переживали Примите наши соболезнования А потом вспоминаю Тимофея Вот я пытаюсь его где-то вспомнить В каких-то моментах жизни Но моя зона возвращается сюда На кольцо Симеона пытался Ну он же был в лагере Где-то мы все равно встречались Но вспоминается вот здесь на кольце Эта улыбка Знаете, это как луч солнца Вот ворвался в жизнь и осветил И вот выходишь Чтобы идти сюда в собрание И уже ждешь Встретить вот эту улыбку Это приветствие В каком-то ожидании Вот Господь нас просто посетил Я даже Так сижу, вот думаю Родители вкладывали Воспитали А вот это время Наверное, мало порадовались Вот видеть его в христианской жизни Видеть его служение Плодотворное служение А Господь дал эту милость нам В нашей церкви Увидеть, порадоваться за брата наш Знаете, друзья В нашей жизни Много вопросов может возникать И мы не понимаем Что происходит Не понимаем Тогда, когда в нашу жизнь приходят Болезни, неудачи Когда мы сталкиваемся Вот так неожиданно со смертью У нас сразу множество вопросов Господи, почему, за что Почему это со мной случилось И вот в такие моменты, друзья Бесполезно искать какие-то ответы Почему, потому что Наше земное зрение Наше человеческое зрение Оно очень ограничено Мы можем видеть Только то, что вокруг нас В этой жизни Мы можем видеть Какие-то узкие обстоятельства А Бог, о котором мы прочитали Здесь в Библии Он гораздо выше всех обстоятельств И когда пророку Даниилу Он столкнулся с этой проблемой Что нужно было пристать перед царем И держать отчет Он сказал Но есть на небесах Бог Открывающий тайны Есть вещи, которые мы знаем Только вечности Есть то, что мы, может быть, не сможем охватить Но есть Бог, который это знает И я уверен Что Эта боль Мимо Него не прошла Эти обстоятельства Он допустил Как бы нам не трудно было Это признать, друзья Это библейская истина Бог распоряжается нашей жизнью Бог управляет всеми обстоятельствами И Он видит гораздо дальше Гораздо глубже Гораздо полноценнее А довериться Богу Это великое благо И я рад, что сегодня Даже в нашем скорбном таком общении Хотя у нас и слезы на глазах У нас есть надежда У нас есть утешение Потому что у нас есть Бог Есть Бог Который ведает Всеми обстоятельствами нашей жизни Сейчас мы все немножко в шоке Самое трудное, я думаю Это время придет после Когда придет осознание Что мы никогда уже Не увидим наши братья Не взглянем в эти светлые глаза Не увидим эту улыбку Вот тогда, друзья Надо посмотреть выше земли Надо посмотреть на Бога Который продолжает свое дело Почему Он допустил И сегодня Бог говорит каждому из нас Что-то через эту смерть Через эти обстоятельства Напоминает об рености нашей жизни И сколько сегодня, друзья Я обратил внимание Сколько мы сегодня услышали О плодотворной жизни Вот сколько эти молодые люди Успели за свою короткую жизнь В церкви во Христе Сколько они успели сделать доброго То, что останется в памяти И то, что отмечено И отмечено в том же сле на небесах Сколько слова посеяно В детских сердцах В этих детских домах Кто им скажет еще Где не соприкоснуться Тимофей, Симеон Они успели это слово сказать Они успели посеять Бог ими воспользовался Знаете, есть такое выражение Спешите делать добро Вот кажется, это то, чем они были заняты Спешили делать добро И жить, жили не для себя И это так созвучно С той вестью, которую мы имеем в Писании Чтобы живущие уже не для себя жили А для умершего за них и воскрешего То есть для Иисуса Христа Это была не теория Это была практика Ежедневная, ежедневная практика Я уже дома находясь Вспоминаю так Ну, супруги свои рассказываю Я говорю, часто у нас в братской группе Братья обозначат такую нужду Что вот там где-то в деревне Надо бабушке помочь Или стену восстановить Или дров порубить Или что-то по хозяйству сделать Ну и в группе тишина Потому что у всех свои работы Свои дела Два-три дня проходят Раз кто-то сообщает Тимофей был, Тимофей сделал Молча, друзья Вот отметили, что он не говорил О своей благотворительности Он старался делать молча и незаметно Это так красиво И это так по-христиански Вот в этом он уподобился Своему Спасителю, Иисусу Христу Мы очень благодарны Богу Что он дал нам такую радость Такое счастье Вот иметь рядом такого брата В нашей церкви И, конечно, скоро Скоро проснования Боля разлуки Она присутствует И она дальше с нами, друзья, останется Но у нас есть надежда У нас есть надежда И светлое ожидание Вечного общения со Христом Знаете, у нас сегодня слезы А я думаю, они уже утешены Вот я замечал в последнее время Что кажется, Бог забирает самых нужных Вот только человек достиг Кажется, своего расцвета Он стал таким плодоносным И он столько делает для Бога И раз И неожиданно жизнь прерывается Или через аварию Или через болезнь какую-то Я с одним братом Как-то делился Такими переживаниями Он говорит, да знаешь Это нам кажется Что мы Вот здесь на земле Надо успеть что-то сделать А Бог не так смотрит Бог людей готовит к вечности К вечности небеса И когда эта душа созревает для неба Бог забирает ее Независимо от тех обстоятельств Которые здесь остаются Человек созрел для вечности И Бог взял его Друзья, пусть это будет истинно И нашим утешением Почему это допущено Богом? Потому что они своей жизнью Созрели для вечности А не там они утешены А нам еще предстоит Какой-то путь пройти И пример хороший Братья показали Прекрасный пример Плодотворной жизни Плодотворного служения Степа рассказывает Что Тимофей И по телефону успевал написать И поддержать И переживать молиться Какой прекрасный пример Для подражания Пусть Господь прославится Друзья Будем помнить Что не на небесах Есть Бог Открывающий тайны Аминь Наше служение Травльное Подходит К заключению Вот Хочется Уже Начиналось Каким сердцем Мы начинали Как сейчас Уже кажется Господь Немножко нам сказал Мы смогли посмотреть На Его славу Через Вот этих Двух Его рабов Которые Совершили Жизнь По изволению Божия И почили И вот Когда их Не будет С нами Хочет Остаться Тот Кто их Утешал А кто-то Может быть Ты не знаком С тем Кто их Вдохновлял Может быть Ты просто Слышишь Об этом Ты находишься Где-то рядом С церкви Или рядом С этим людьми Соприкасался Но они знали того Кто хочет стать И твоим другом По-настоящему Твоим другом Это Господь Иисус Христос И Он И даст Утешение Он И поможет И Он Проведет По жизни Мы не знаем Что каждый Из нас В жизни Ждет Но мы точно знаем В одиночестве Прожить эту жизнь На земле Невозможно И Бог Нам дает Своих Труженьков Своих ангелов Чтобы пройти Нам какой-то Отрезок Пути с ними И идти дальше И чтоб назор От всего Вот этого Земного Поднялся Ввысь И благодаря Их жизни И служению Бог нам Явил себя Есть небо И есть вечность В этих словах Ты мой Бог Святой И дальше Слово Я к тебе Стремлюсь Ибо знаю В тебе Покой Если у тебя Нету Бога И он Есть Бог Но он Не твой Бог Ты не можешь Утешаться Ты не можешь Найти покой Это дается Тем Для кого Бог стал Его Личным Богом Ты Мой Бог Дай Господь Милость Нам Чтобы Каждый Из нас Мог Сказать У меня Бог Это мой Бог Как это Происходит Бог Подходит К человеку И показывает Ему Его греховность Это то Что разделило Человека С Богом Когда-то В Едемском Раю Вот С саду Бог подошел И человек Предложил ему Все живи так Но человек Не захотел Жить так Он захотел Жить по своему Он выбрал Противление Богу И вместе С Адам И Евой Этот грех Зашел В нашу жизнь И теперь Рождаясь Мы рождаемся Уже с этим грехом И Бог Зная Что человек Рождается С грехом Он приходит К нему И напоминает Ему о грехах И показывает На спаситель На Иисуса Христа Для чего Иисус Христос Для чего Рождество Для того Чтобы каждому Человеку На земле Подарить Подарок Спасения Жизнь вечную Радость Во Христе Иисусе Они это узнали И каждый раз Вот сейчас будет Опять Рождество Праздник Кулёк Для чего Это просто Символ того Что Бог Принес спасение Каждому И они этот Кулёк Божий Получили Они просто Съели шоколадку Фейерверк И все Это не было Каким-то фейерверком Это было той жизнью Которую они получили Как-то Человек осознавая Свою греховность Приходит к Господу Что я могу Иисусу отдать Все могу отдать Что я могу отдать Своё прошлое Греховное Испорченное Искалеченное Я прихожу Ему Отдаю А Он дает мне Чистое сердце Чистую совесть Надежду на вечность И будущность И радость Уже здесь на земле И почему Они такие были Почему столько Слов о них Потому что Они знали того Кто дал им надежду Они с ним повстречались Они им принесли Свою испорченную Искалеченную Грехом жизнь И Бог Взял эту Искалеченную жизнь Грехом И дал новую жизнь И дал свои праведные Чистые одежды Праведности Одежды праведности Сына Божия Иисуса Христа И поэтому Когда их жизнь Закрылась здесь Они закрыли глаза здесь Они открыли там Потому что В небо не войдет Ничто нечистое И никто Преданный мерзости и лжи Как человек Который живет На земле Может получить Вход в небеса Через веру В Господа и Спасителя Много лет назад На Голгофе Иисус умирал Он был чистый Святой и праведный Люди не хотели Понимать Бога Они мы знают Бог ты там далеко Мы тебя не понимаем И Бог Воплотившись В образ человека Прожил абсолютно Чистую Святую и праведную жизнь И люди Смотря на его праведность Не захотели Этой праведности Они его распяли На Голгофе И когда Сын Божий Святой Умирал на Голгофском Кресте Он взял все грехи Прошлое Настоящее Будущее Всего человечества На себя Почему он был таким Потому что он был Чистым Сыном Божьим С неба Пришедшим Абсолютно чистым И святым Поэтому он мог Тогда Много лет назад Рассчитаться За грехи Всего человечества И теперь я Узная о своих грехах Прихожу К Отцу Небесному Говорю Отец Небесный Прости меня Я верую В Сына Твоего Иисуса Христа Который на Голгофе Умер Который взял Мои грехи на себя Сделай мне Твоим Забери мою жизнь Сделай мою жизнь Твоей жизнью И это было В жизни их И Бог Сделал это В жизни Поэтому они Были радостны Поэтому они Были вдохновлены Поэтому они Имели надежду И этой надеждой Делились с нами И этот Бог Спасающий Он утешает Этот Бог Спасающий Он ободряет Этот Бог Спасающий Каждого из нас Готовит к вечности В этих словах гимна Там такие слова говорят У твоей груди Успокоюсь я И сегодня Господь Иисус Христос Как добрый Отец Протягивает руку Каждым из нас Кто скорбит Кто переживает Это все мы Он говорит Приди ко мне И я вместе с тобой Буду плакать Об этой утере Приди ко мне Я буду вместе Плакать О твоих неудачах Жизни От твоем Безбожном Христианстве Приди ко мне От всей своей Пустой жизни Я возьму тебя За руку И я буду С тобой Как я был с ними И Бог Зовет каждого К себе Кого ты возьмешь В друга И спутника Своего жизни Дальше У них был Иисус Если у тебя Нет Иисуса Если ты Всего в жизни Достиг Что польза Человеку Если он приобретет Весь мир Душей своей Повредит Если у тебя Нету Другому Иисуса Ценностей От твоей жизни Немного Просто прах Просто еще живой По милости Божией Они были теми Кто знали Иисуса Да поможет Господь нам Знать Иисуса Он недалеко От каждого из нас Если может быть Ты никогда не молился В эти слова Гимна Это слова молитвы Здесь поверь Что доверясь В твою жизнь Иисусу Ты обретешь покой Придяясь к Нему Прошлым Искалеченным Грехом Ким-то неудачем Еще чем-то Своим прошлым Детством Юностью Еще чем-то Неважно чем Своей семьей Приходи к Нему Он успокоит Этот покой Может дать только Бог Да поможет нам Господь Потому что Он Бог Святой И пусть для каждого из нас Эти слова звучат Ты Мой Ты Мой Ставши будем петь этот гимн Я к тебе стремлюсь И воздаю тебе покой Успокоюсь я Успокоюсь я Успокоиться сердце мое У твоей груди Успокоюсь я Успокоиться сердце мое Успокоюсь я Успокоюсь я Успокоюсь я Успокоиться в сердце мое у твоей груди успокоюсь я, успокоиться в сердце мое. И кто уже не лишит меня, этой радости мезема у твоей груди успокоюсь я, успокоиться в сердце мое. Успокоиться в сердце мое у твоей груди успокоюсь я, успокоиться в сердце мое. Успокоиться в сердце мое у твоей груди успокоюсь я, успокоиться в сердце мое. Успокоиться в сердце мое у твоей груди успокоюсь я, успокоиться в сердце мое. Дорогие, пришло время нам помолиться. Вот в преддверии Рождества Тимофей был одним из тех, кто раздавал пригласительные. Особенно к тем, кто первый раз в доме молитвы, случай кажется неудобный. Но у Тимофея было желание и жажда, чтобы все пришли. Пусть это для вас будет, знаете, такое доброе напоминание. Рождество. Рождество это подарок Божий. Тимофей этот небесный кулек принял. Это радость, это счастье с Богом. 7 января в ДК «Прогресс» недалеко от метро Зальцовской. В ДК «Прогресс». Там с 15 часов будет торжественное богослужение, на котором будет рассказывать о небесном подарке, который получил Тимофей. Дорогие, приходите. 15.00, 7 января. День Рождества, который в России мы празднуем, как Рождество Господа Иисуса Христа. Приходите. И там будет рассказано о том, о ком они радовались, о том, кому они ушли. А теперь наши головы склоним для молитвы. Господь. Мы благодарим Тебя, что в этот мир исполнены горечи, боли, слез и страданий. Ты пришел. Ты проникся настолько болью, что каждая боль, каждой души, каждого человека, она Тебе знакома. Ты муж скорбей, изведавший болезни. Ты пришел на эту землю, и Ты прожил эту человеческую жизнь со всеми переживаниями, горестими скорбями, смертью. И когда Ты жил на этой земле, Тебе каждое горе было знакомо, Господи. И Ты, пройдя эту жизнь, в величайших страданиях умер. Для того, чтобы кончина наша, каждого из нас, не была безрадостна. Чтобы каждый, живущий здесь на земле, повстречавшись с Тобой, захотел уверовать в Тебя, отказаться от своей жизни для самого себя, и посвятив жизнь Тебе, иметь вечность с Тобою в радости. Благодарим Тебя, что Ты, пройдя на эту землю, показал этот путь, и Ты прошел эту дорогу через смерть к воскресению, в жизнь вечную. И теперь Ты всякого, кто поверит Тебе, Ты берешь его за руку и проводишь через смерть в небесную обитель. Благодарим Тебя, Господи, что всякий, кто поверил в Тебя, как своего Господа и Спасителя, кто захотел доверить Тебе свою жизнь, смогут пройти эту последнюю реку своей жизни, смерти с Тобою, потому что Ты обещал это, а Ты всегда свои обещания исполняешь. Благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, Господи, особенно тех, кто еще не знает Тебя, как друга и Спасителя, кто еще живет в жизни, надеясь на себя, на свои возможности, на свои силы и старания. И в тот момент, когда и жизнь остановится, в тот момент, когда и, может быть, особо плохо станет, в тот момент, когда все то, на что они надеялись, рухнет, Господи, помоги им поднять взор к небу, к Тебе, и воззвать, и позвать Тебя, Господа и Спасителя, на помощь, и попросить у Тебя милости, прощения и спасения. Господи, просим Тебя за тех, кто еще вроде бы пошел за Тобой, но он не видит как-то, ему кажется, что еще нужно и то, и это, и он потерял эту цель из виду, потерял Тебя, Господи, уточнить свой путь через Твое Святое Писание и общение с Тобой, поправить свой путь, поправить свои ориентиры и взирать на Тебя. Просим Тебя, особо за родных, за маму и папу, за братьев и сестер, за церковь. Господи, Ты удостоил нас всех чести увидеть это святое Твое преображение в человеке, когда Ты входишь в жизнь человека и меняешь, и преображаешь, и делаешь другим, святым, чистым и праведным. Господи, сотвори это преображение в сердцах тех, кто еще противится Тебе, кто еще идет своим путем. Да будет имя Твое прославлено в жизни и каждого из нас, чтобы кончина каждого из нас, она была славная Тебе. И как они, Господи, прославляли Тебя в жизни и в смерти своей Тебя прославляют, Господи, чтобы каждый из нас удостоился этой великой чести, закончив свою жизнь здесь, с Тобою, открыть глаза в вечности, в вечной славе с Тобой, нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Наше служение закончено. Сейчас еще будет играть музыка. Те, кто хотел бы сфотографироваться на память, может, будет пойти, постоять. сегодня уже сейчас, через несколько это время, тела увезут в Куйбышевы. И там будет еще одно уже погребальное процессие. Там еще будет прощальное богослужение с церковью и с семьей. Часть друзей поедет туда. Кто не поедет, вы можете подойти, попрощаться. И не будем забывать о том, что есть Господь. И Он дал нам право поддерживать друг друга, нести на руках молитвы. То, что мы не сможем сказать слово, Бог скажет нашей молитвой. Да благословит нас всех в этом Бог. Господь. Пожалуйста, музыка. И кто желает попрощаться, можно подойти. Фотограф Андрей подойдет здесь. Александр. Можно будет сфотографироваться. И да благословит нас Господь. Имейте эти встречи для славы Божьей. Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, со стороны рояля проходите, со стороны рояля и по этому проходу на выход можно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...